Она совершенно многолика, имеет отношение к самым разным отделам математики. И сейчас я рассказываю, конечно, только первый начальный кусок. Тем не менее, и он совершенно замечательный. Так вот, смотрите, какая история. Я сейчас должен каким-то образом быстро объяснить, без синуса и косинуса, я должен объяснить, что t это многочлен... Оказывается, это сделать очень легко. Для этого нужно просто посмотреть внимательно на вот эти формулы. И смотрите, что сделать. Не пользоваться синусом вообще. Просто взять и забыть про синус. А сделать так. Написать формулу косинус альфа минус бета. Наверняка вы ее тоже помните. Вот, что это такое. Это произведение косинусов плюс произведение синуса. Потому что вы просто вместо бета бы отставили минус бета. Соответственно, в этом месте знак поменялся, а здесь нет. Потому что синус функция нечетная, а косинус функции четная. Я могу эти две строчки сложить. И смотрите, что получится. косинус альфа плюс бета в сумме с косинусом. То есть косинус альфа плюс бета плюс косинус альфа минус бета. Это будет что? Вот ими сюда. Два косинуса альфа плюс бета. Согласны? Да. Берем качестве очередной. После того, как эта формула написана, все наши предыдущие страдания становятся бессмысленными. Почему? Потому что вместо альфа мы подставляем n углов. Вместо бета мы подставляем некоторый угол. И формула превращается вот во что. Что косинус от n плюс 1 фи это... Извините. Да нет, почему это и это? Я просто перенесу в другую часть. Это есть 2 косинус n фи косинус фи минус косинус n минус 1 фи. Что это означает о многочленах? Смотрите, вот эта штука это tn от косинуса фи. Вот эта штука это tn минус 1 от косинус фи. Поэтому мы получаем замечательное равенство. n плюс 1 многочлен Чебышева, а t это как раз и называется многочлен Чебышева, вычисляется по очень простой формуле. x это вот это вот, этот косинус это x. 2x умножить на tn минус tn минус 1. Рекуррентная формула. Она позволяет легко вычислять очередной многочлен, если вам известны два предыдущих. Заметьте, это очень похоже на формулу для чисел Фибоначчи. Просто у числа Фибоначчи, тут просто коэффициенты равенной единицы и знак плюс, а здесь какие-то другие коэффициенты. Но смысл такой же. Это рекуррентная последовательность, где по некоторому вполне понятному правилу, каждый следующий вычисляется через два предыдущих. Договорились? Кстати, мы же в своё время с вами вычисляли явную формулу для чисел Фибоначчи. Вычисляли. Ровно таким же приёмом можно вычислить явную формулу для многочленов Чебышева. Да, так мы это и сделаем сейчас. Ну, может быть, не сейчас, может быть, дайте мне, я всю эту тему сегодняшнюю не закончу, а это мы или сегодня, или в следующий раз обязательно сделаем. Потому что это полезное упражнение, нужно понимать, что как только у вас есть формула такого рода, так на самом деле вы получаете легко явную формулу. Значит, господа, смотрите, когда глядишь на эту формулу, становится понятным, откуда здесь возникает два в минусе. Да? Гораздо понятнее, чем было раньше, правда? Потому что каждый раз домножение на х, это увеличение степени на единицу, а умножение на 2, это увеличение старшего коэффициента. Согласны? Так, кстати, эта формула позволяет легко разобраться и со свободным членом. Значит, смотрите-ка, что такое t первое от х? Ну, это просто х. t первое от х, это просто х, поэтому свободный член равен нулю. Да? Свободный член равен нулю, когда n равно единице. Когда n равно двойке, у нас будет минус один. Когда n равно тройке, будет ноль. Когда n равно четверке, догадайтесь, какой будет свободный член? Один. Конечно, один. Потому что, смотрите, вот у этого многочлена свободного члена вообще нет. А здесь надо взять с минусом предыдущий. Значит, последовательность будет такая. 0, минус 1, 0, 1. 0, минус 1, 0, 1. 0, минус 1, 0. А вы понимаете, да? А куда он денется? Когда вы будете считать у пятого многочлена, вы сюда подставите n равно 4, и выяснится, что надо брать свободный член с минусом свободного члена третьего. Значит, когда нечетное число, то возникают нули. Когда четное, то возникают единицы и минус единицы, которые чередуются. Согласны?